Здравствуйте, я Александр Герасименко. Как только слабому человеку становится трудно, он тут же ищет, от чего мне здесь избавиться. И поскольку он слабый и у него толком ничего нет, он пытается избавиться от каких-то качеств. «О, я же перфекционист!» – думает он. «Избавлюсь-ка я от перфекционизма». Он заходит в интернет, здесь есть куча тренеров, псевдокоучи, которые говорят, мы поможем вам избавиться от перфекционизма. И он начинает заниматься абсолютно ненужной деятельностью. Перфекционизм – это полезнейшее качество. Полезнейшее качество при одном условии. Нужно осознать, что ни одно из качеств никогда не используется в человеке изолированно, а всегда наславится на его менталитет. И есть два типа менталитета, которые уместны к перфекционизму. Первый – менталитет лидера и менталитет подчиненного. Три фундаментальные качества отличия здесь. Отличие первое – это видение. Лидер всегда удаляет от себя проект, на котором работает. И только ты это делаешь, где-то вот так вот слева здесь появляется шкала времени. Любое твое решение, которое ты сравниваешь с шкалой времени, либо соответствует времени, которое ему его стоит, либо нет. Если даже ты принимаешь хорошее решение, но времени слишком много на него ушло, в целом решение является плохим. Компания Apple является образцом перфекционизма, пожалуй. Но в чем Apple действительно занимается идеальностью, Apple принимает идеальные компромиссы. И никогда не принимает идеальных решений. У Apple не идеальный экран в телефонах. У Samsung лучше экран. Но Apple зарабатывает больше денег, потому что Apple знает, что мы можем и такой экран продать. Фактически, что Apple делает? Каждый сентябрь они выпускают новый продукт. Новый iPhone, новый iPad, новый MacBook Pro. Новые продукты выходят каждый сентябрь. Как вы думаете, могут они сделать лучше? Дай им больше времени. Могут, но каждый сентябрь они выпускают новый, потому что Apple удаляет от себя свой проект и всегда соразмеряет его против шкалы времени. Первое, что необходимо сделать человеку, который считается перфекционистом, на стороне подчиненного, это всегда соразмерять свои решения со шкалой времени. Второе. Здесь есть системность. Здесь системности нет. Подчиненный – это человек, который выходит из дома, вспоминает, «Ах, я, кажется, забыл выключить газ». Вернулся, посмотрел, выключил. Ушел дальше. «Кажется, я утюг сегодня утром включал». Возвращается, смотрит, утюг. Потом «О, кажется, я сегодня чайник не выключил». Возвращается, смотрит, чайник был выключен. Что происходит? У него просто нет системы. Будь он системным человеком, он не перфекционист никакой. У него просто высокая возвращаемость к проекту, потому что нет системы, этапности которых он исполняется. Если бы он взял в руки ключи однажды, просто берешь в руки ключи, и только у тебя ключи в руках оказываются, ты обходишь в дома все места, которые тебе необходимо выключить. Все. Это называется система. Системный человек понимает, что профессионализм, который от себя требует перфекционист, формируется в четыре стадии. Стадия первая. Человек не старается, и у него не получается. Это бомж. Стадия вторая. Человек старается, и у него не получается. Это студент начального уровня. Стадия третья. Он старается, и у него получается. Получается. Это очень хороший ученик или любитель. Есть четвертая стадия, последняя. Когда ты не стараешься, у тебя получается. Это в высшей степени профессионал. Фактически перфекционист. Это человек, застрявший на второй, либо третьей стадии, где он либо старается, у него не получается, или старается, у него получается, но требующий от себя четвертую стадию, что-то всегда у меня получалось. Так не бывает. Из-за твоей бессистемности, из-за того, что ты просто не можешь пройти через эти стадии, и ты не видишь их, не понимаешь. Ты не можешь подняться, не успеваешь до уровня профессионализма и бросаешь все. Я хочу перестать быть перфекционистом. Ни в коем случае. Второе качество, лежащее в фундаменте менталитета лидера, это системность. И каждый перфекционист обязан выработать. И есть последнее, третье качество – смелость. Если ты смешиваешь свой перфекционизм с трусостью, ты никогда не будешь готов. Независимо от того, какого качества ты продукт создал, ты будешь вечно думать, меня же будут критиковать, критиковать тебя будут. За плохой продукт и еще больше за хороший. Хороший привлекает завистников, хороший привлекает всех. Тебя будут ругать еще больше. Ты просто должен набраться смелости. То, что было в Стив Джоксе. Как бы его ни говорили, что он перфекционист, у Стива Джокса была запредельная смелость. Риски, которые он терпел, компании, которые выводил на рынок, они просто поражают по масштабу и требуют огромной смелости. Поэтому, я сейчас резюмирую. Перфекционизм сам по себе – это прекраснейшее качество, но что имеет самое важное значение, с чем ты это качество перемешиваешь. Либо ты его добавляешь в менталитет лидера, либо в менталитет подчиненного. И фундамент этого менталитета лидера составляет три главные качества. Первое – это видение, удаление от себя проекта, где ты шкалу качества своего, на котором долго работаешь, сравниваешь со шкалой времени, которую ты посвящаешь на этот проект. Второе – это системность, этапность развития тебя и твоего проекта. И последнее – смелость. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.